Ну, хорошо, еще раз добрый вечер. Сегодня у нас, в общем-то, так, сейчас я нужный браузер открою, все, да. Сегодня у нас, в общем-то, с вами новая тема. Тема, ну, довольно-таки интересная. Это, наверное, один из тех моментов, которого, ну, наверное, в обучении сильнее не хватало, нежели чем решения каких-то, в общем-то, задач. Решение задачи, имея в виду, ну, что-то математическое, да, какой-то технический уклон, потому что всегда, ну, я могу сказать, в общем-то, как программист, как человек, учившийся на программиста и в данный момент работающий, в общем-то, программистом довольно лень потом оформлять всякую возможную или нужную документацию. То есть проще всего написать, в общем-то, код, чтобы он что-то делал, и все, да. А, как говорится, всю вот эту вот документную историю, ну, всегда обычно ее откладывают на потом и так далее. Ну, опять же, обычно в университетах, колледжах, да, в общем-то, где угодно всегда идет какая-то груда текста. Да, куча всякой разной документации, отчеты, ну, это, на самом деле, не только к учебным заведениям относится, и так, и так, в общем-то. Очень много текстов, я не знаю, будь то поздравления с днем рождения, да, и вот как-то я помню, у меня помощи просил мой друг, который работает, ну, он работает, в общем-то, там, куратором в одной из школ, и у него крайне много преподавателей, да. Там нейросети спасают, вот. И, в общем-то, у него был штат из, сколько я помню, сорока преподавателей, ну, и у каждого, в общем-то, где-то день рождения, да, и, как бы, каждому с нуля придумывать, в общем-то, поздравления было довольно-таки затратно по времени, поэтому нейросети даже тут спасали. Да, возможно, возможно, не считается прям от чистого сердца, но зато, зато приятно, и у каждого свое было поздравление. Это просто такое маленькое слово к рерайтингу, именно к рерайтингу, то есть к переписанию текста. Хорошо, что мы сегодня с вами посмотрим? Во-первых, это, в принципе, немножечко, так, буквально, теории, да, про нейросети и копирайтеры. Дальше, генерация по шаблону. И с самого начала, и ближе к концу тоже занятия у нас есть, вот, седьмой пункт, есть такая нейросеть, ну, и платформа, и нейросеть, это в Райтсоник, в общем-то, там тема шаблонов раскрыта прям по максимуму, поэтому если вначале что-то будет не сильно понятно, то для чего страшного, там дальше уже все можно понять. Следующее, в общем-то, у нас сегодня такой прям обзорник всяких разных нейросетей, но, опять же, цель нашего занятия, да, подобрать для себя что-то самое такое интересное, ну, и плюс я для занятий подбираю всегда либо нейросети, которые изначально бесплатные, да, либо есть какой-то пробный период, то есть, ну, ничего такого прям платного, неприятного, и тут я вам показываю, да, функционал платной нейросети, и, конечно, все счастливы. В общем-то, следующая нейросеть — это TurboText, довольно-таки интересная нейросеть, и, кстати, TurboText, по-моему, сейчас я просто гляну, нет, ладно, TurboText и WriteSonic будут у нас еще и, ну, немножечко, так сказать, на следующих занятиях тоже будем их продолжать сравнивать, потому что сегодня мы не полностью инструментарий будем разбирать, мы будем разбирать только исключительно то, что нас интересует. Дальше, редактирование и корректировка текста, ну, здесь все-таки у меня задача, да, я посмотрю какие-нибудь примеры текстов у меня, которые было бы неплохо переписать, да, где-то зарирать, где-то исправить ошибки у меня, и есть, в общем-то, такие примеры на компьютере, так точно. Единственное, что по пунктационным и орфографическим ошибкам там минимум, но что-то переформулировать, что-то дописать очень даже неплохо. Следующая нейросеть, в общем-то, копирайтер, это рутер, тоже такая одна из самых популярных нейросетей, ну, в общем-то, сам WriteSonic, да, на который я с самого начала ссылался. И уже во WriteSonic то, о чем я рассказывал на первом занятии, в общем-то, покажу, как он генерирует хэштеги Инстаграм, это не вызывает, что мы только хэштеги Инстаграм, да, в нем будем генерировать. Вот я просто, как бы, покажу, как именно. Ну, и, в общем-то, если у нас будет в конце время, да, на генерацию аудио, это просто тоже во WriteSonic есть такой функционал. Я обычно добавлял, если вдруг не хватает времени. Сейчас, одну секунду, я извиняюсь. Хорошо, давайте тогда плавненько, в общем-то, переключаться. Нейросети копирайтеры. В общем-то, с помощью нейронных сетей можно быстро генерировать контент для сайта, создавать какие-то креативы для рекламы, записывать подкасты без дорогостоящего оборудования и, в общем-то, многое другое. Да, я, конечно, сюда внес пункт про записывание подкастов без дорогостоящего оборудования. Это, ну, в общем-то, в общем и целом, да, нейронные сети берутся, это те, которые умеют озвучивать. Но помню, что все-таки бесплатная версия озвучивает, ну, довольно-таки посредственно. В общем-то, да, постоянно обучаются, показывают хорошие результаты, поэтому, ну, могу сказать, наверное, так, это, по прогнозу, было и давно, и мне кажется, сейчас это актуально как никогда, что... Так, еще кто-то у нас зашел. Да, все, Николай у нас присоединился. Сейчас я его отмечу, я извиняюсь. В общем-то... Да, о чем я говорил, по поводу копирайтинга, по поводу копирайтеров, потому что, ну, довольно-таки популярная это была история, да, есть люди, которым довольно-таки лень обрабатывать... Ну, довольно-таки, не знаю, лень или времени нет, причин может быть много, да, обрабатывать какой-то текст. Или же нужно написать текст на какую-то конкретную тему, при этом учитывать какие-то, там, я не знаю, условия, да. И обычно с такими просьбами обращались к копирайтерам, ну, скажем, на каких-нибудь фриланс-площадках, да, то есть заказчик закидывает какой-то текст или закидывает какое-то описание, то есть, ну, что-то связанное с копирайтингом. Ну, и, соответственно, человек предлагает сумму, делает заказ и отправляет. И вот такой копирайтинг, на самом деле, ну, плавно-плавно отходит на второй план, потому что появились нейросети, которые... Ну, этот рынок прям маленький-маленький, я имею в виду рынок. Я не имею в виду, когда прям супер какое-то сложное, да, там, задание, надо очень много подумать. С этим нейросеть, мне кажется, еще не сильно справится. Ну, как минимум, бесплатные нейросети, они тоже грешат тем, что ограниченный набор символов. То есть нельзя больше определенного количества. Да, конечно, деньги за деньги платим. У нас расширяется, в общем-то, возможности, расширяется функционал. Но это, в общем-то, если уже по профессии надо, можно будет что-нибудь такое эдакое приобрести. В общем-то, нейросети особенно помогут, когда нужно много однотипных текстов. Отзыв или описание товара программа напишет за несколько секунд. Результат часто требует редактирования, но все равно времени на работу будет уходить меньше. Важно, что контент генерируется уникальный, и его можно использовать в любых целях. Да, вот это, на самом деле, такая важная деталь, то, что контент, который мы генерируем, он у нас получается уникальным. Именно, ну как, я хотел сказать, что именно поэтому это прям огромный плюс, да, но все равно нейросеть же на основе чего-то генерирует. Поэтому, ну, все равно она использует какие-то источники. Единственное, что своими словами переписывает, да, своими словами делает. Именно поэтому текст получается, в общем-то, оригинальный. Хорошо, давайте постепенно тогда будем, в общем-то, переходить к нейросетям, которые я сегодня хотел вам представить. Самая первая нейросеть, которую я хотел представить, да, кстати, я в закладках специально оставил и чат, GPT и MiStral, исключительно для того, чтобы то же самое, что мы будем делать в этих специализированных нейросетях-копирайтерах, попытаться сделать, в общем-то, в этих двух, ну, в чате и в MiStral. Посмотрим, насколько специализированная нейросеть лучше, а может быть хуже, нежели, в общем-то, уже ставшими обыденными нейросетьми. Ну и, в общем-то, сам по себе копиманки, да. Копиманки, да, это, чтобы был просто стартап, не знаю, на самом деле, не следил в дальнейшем, да, за развитие, просто изначально знаю, что началось все это дело. Со стартапа, мне кажется, как и большинство нейросетей, которые сейчас есть, и популярные, и не очень. Начинается все со стартапа, сначала все бесплатно, а потом мы закрываем функции, развиваем, закрываем функции под вышептоплатной версией. Ну, как чат GPT изначально, да, версия 3.5, он был полностью бесплатный. В заключении от того, что он требовал, ну, регистрацию. Сейчас они сделали платную подписку, ну, и упростили, в общем, целом регистрацию. В общем-то, да, это стартап копиманки открыл доступ к русскоязычному и копирайтеру, который создает тексты для бизнес-задач. Для этого нейросеть могла писать только для e-commerce и делала описание товаров на русском и английских языках. Теперь возможности расширились. В общем-то, на странице представлено у нас несколько шаблонов. Да, давайте я сразу же, чтобы у вас тоже была возможность. Единственное, что я, наверное, не так вам дам ссылку. Копиманки. Вот так. На главную страницу дам ссылку. Вход точно так же осуществляется. Давайте скину и Viber, и сюда в чат. Вход точно так же осуществляется с помощью Google аккаунта, поэтому, ну, какой-то, наверное, проблемы здесь не будет. Да, здесь немножечко, так сказать, ограниченный функционал в плане генерации. Не помню, честно говоря, сколько было изначально генерации. Ну, вероятно, всего не супермного. Да, у нас есть просто возможность покупать дополнительные генерации. Полторы тысячи российских рублей. Это, ну, где-то наших 45, что ли. Чуть-чуть больше, наверное, да, или чуть-чуть меньше. В общем-то, получаем 100 генераций. Ну, и опять же, появляются дополнительные условия. Чат появляется до 100 тысяч знаков. Ну, и чем больше цена, тем больше появляется плюшек. То есть, если человек целенаправленно работает копирайтером, ну, ему этот функционал довольно-таки неплохо подойдет. Хорошо, что у нас здесь есть, да, статьи, SEO-тексты, посты для блога и соцсетей, описание видео, комментарии для видео, описание товара, категория товара, отзыв на товар, тексты для веб-сайта и лендингов и тексты письма для рассылки. Если у кого-то возник вопрос, да, что такое лендинг, ну, мало ли, это просто одностраничный сайт-визитка. То есть, даже здесь он может писать спокойное описание. Самое первое, да, в общем-то, создаем SEO-текст. Ну, давайте попробуем создать какой-нибудь SEO-текст, а потом протестируем на другой, в общем-то, нейросети. Хорошо, просто на главной странице, да, статьи, SEO-тексты, открываю, все замечательно. Я чувствую, у меня точно было больше генераций, хотя оно должно вроде как обновляться раз в месяц, но если этого не произойдет, я чувствую, новый аккаунт надо будет потом создать. Я просто разлогинюсь и выйду через второй. Хорошо, смотрите, в общем-то, в нашем развернувшемся шаблоне, да, у нас предлагается заполнить всего лишь два поля. Самое первое поле, кстати, возможно, кому-то будет плохо видно, поэтому давайте я сделаю поближе. Это там уже потом сделаем поближе. У нас в развернувшемся окне всего лишь два поля. Самое первое поле — это тема текста, ну и второе — это ключевые слова. Это условно, как я рассказывал, да, про принцип построения промпта, только там мы должны прям, ну, соответственно, в самом этом промпте прописывать. Здесь же у нас просто подкидываются дополнительные ключевые слова. Кстати, да, у вас есть три бесплатных генерации в неделю. Ну, раньше я точно знаю, что их было больше. Вроде бы их было в районе пяти и не в неделю. Ну, ладно, хорошо. Видимо, сервис растет. Сотрудники, наверное, штат, наверное, сотрудников. И, соответственно, надо оплатить. Поэтому усложняем, так сказать. В общем-то... Давайте текст. У меня здесь был предложен текст. Хотя можем на какую-нибудь тематику. Может, у кого-нибудь тематика текста есть? Кто-то хочет что-то интересное загенерировать. Давайте про кетеринг. Так, давайте в чат. Кейтеринг. Кейтеринг. Хорошо. Ключевые слова. Ну... Банкет. Фуршет. Еда. Давайте. Банкет. Фуршет. Еда. Сервис. Давайте еще. Сервис. Еще что-нибудь? Обслуживание. Давайте. Декор. Декор. Став. Персонал на английском. Став. Ну, и можем еще по-русски сделать. Потому что почему бы и нет. Меню можно тоже, наверное. Тоже есть. Давайте еще добавим обеды в офис. Давайте. Ну, и заказать, например. Заказ и, наверное, заказать. Заказать именно глагол. Так, все. Давайте тогда посмотрим. Насколько я помню, он не супер долго это генерирует. Это не генерировать какую-нибудь 4К-картинку. О. Отлично. Давайте я сюда тоже перенесу. Кейтеринг. Наслаждайтесь банкетами и фуршетами со вкусом. Банкеты и фуршеты – особые события, когда вы можете насладиться вкусной едой и прекрасным сервисом. Ну-ка. Инспектов какие-то называются качества еды. Сервисы обслуживания. Очень много слова «наслаждайтесь». Вот как-то несколько раз я вижу. Да, согласен. То есть, а насколько влияет созданный ИИ-текст для продвижения сайта? Потому что раньше, собственно, почему обращались к копирайтерам? Для того, чтобы наполнение сайта было уникальным, что позволяло его держать, скажем, со временем в первых строках на Яндекс и на Гугле. Насколько я знаю, чем менее оригинальный текст, тем больше вероятность того, что сайт будет достаточно непродолжительное время висеть где-то там в конце списка. Как вот с искусственным интеллектом это будет интересно? Ну, я не знаю, как прям... Ну, смотрите, в общем-то, исходя из того, что нейросеть, я уже говорил, она не берет какой-то готовый текст из интернета. То есть, вот в данном случае она просто берет ключевые слова, и под эти ключевые слова именно вам генерирует текст. То есть, вероятность того, что точно такой же текст будет встречен где-то на другом сайте, ну, в общем-то, из-за чего, да, вы попадаете в один и тот же список с другими сайтами, с такими же неуникальными, ну, с таким же неуникальным текстом, да. В общем-то, ну, вероятность этого минимальна. Если этого минимальна, ну, и при этом я, конечно, очень сильно сомневаюсь. Сейчас я посмотрю. Ну, это надо, конечно, проверять на антиплагиате, но такого нету. Ну, в антиплагиат это текст не закинешь. И тем более, антиплагиаты обычно все платные. Но, наверное, есть какой-нибудь сервис уникальности, наверное, текста. Может быть, что-нибудь такое есть, что-то бесплатное. Ну, повышение оригинальности текста. Извините, он есть бесплатный, но там некорректно вам покажут процент уникальности. Там на самом деле могут показать условно то, что текст там 80% уникальности. На самом деле, если платный антиплагиат, он покажет, что сгенерирован текст где-то, то есть электронное устройство какое-то. Что будет такое соосмол, это не авторство, понимаете? Поэтому я уже проверяла все. У меня был это первый вопрос. Насколько антиплагиат чувствует электронные тексты, подготовленные нейросетями. Он все видит и чувствует. Он не скажет вам, какая нейросети, но он скажет, что это не человек. Ну, знаете что, возможно, он скажет, что это не человек, руководствуясь тем, что он такой информации, ну, именно такой текст не нашел в интернете. Я просто не представляю, как можно честно сказать. Ну, хорошо, а если человек условно умеет делать такой же текст? Конечно, странно. Нет, если бы она именно дала ссылку, мне кажется, да. А так это что-то прям такое. Есть такая справка, он выдает антиплагиат справку. Там вы видите процент уникальности, авторство ссылки на себя обязательно, если такие есть, и сгенерированный текст откуда-то, откуда непонятно. И вот это вот откуда-то, он говорит, что это непонятное откуда-то взято. То есть он не находит его частями, ключевыми словами понятно, он не будет, понимаете, интернет есть везде, это что, авторство? Ну, это же не авторство, да? Смешно заявлять. Ну, если ваш текст, вот условно, я там как сейчас набрала, вот по вашему примеру сейчас делала, это медиасредство, там, небольшая статья, то антиплагиат покажет, что он сгенерирован где-то, то есть это не мое авторство. И в этой справке будет прям выделено, там цветовая палитра существует, зеленая, красная, желтая и так далее. Вот этот текст будет красным, что это, ну, он сгенерирован, это не относится к автору данной статьи. Но он и не будет утверждать, что вы, чему диплом в России приняли студента, знаете эту историю, да, известную? Нет, видимо, не знаю. В России в прошлом году написал диплом студент в каком-то там московском вузе, полностью в нейросетях. Он признался в этом. И когда, понятно, он уже защитил его, поставили оценку, он потом сказал, что диплом написан на нейросетью полностью, полностью. Был большой скандал, но Министерство образования признало его диплом. У них нету ни разработанной незаконы, и у нас в том числе пока. И у них не было справки на антиплагиат и таких требований, что мы должны, в общем-то, предоставить. Сейчас в вузах требуют, но не везде эту справку. И опять-таки, ну, в нашем вузе процент прохождения 50% оригинальности текста. Где-то выше. В АКЕ, если вы будете защищаться там, ну, от 80, и то будут смотреть, что там за 80, желательно около 90, чтобы было. Но смотря какая, кандидатская или докторская. Докторская можно 50% использовать в своей кандидатской, до 50% лучше процентов. Но опять-таки, все проверяется полностью. Поэтому, ну, в АКЕ не будет рассматривать это, не примет. Если сгенерировано откуда-то, он просто даже заблокирует и не будет даже вообще рассматривать это. Поэтому, ну, смотря на каком уровне вы подаете эти тексты, но платный антиплагиат, разработанный в том числе нашим Академией наук, там все серьезно, на самом деле. Он проверяет и зарубежные тексты, и перекрестные ссылки. Там много-много чего есть, всяких инструментов. Он не пройдет, я вам сразу говорю. Пока, пока это все видно. Я не знаю, может быть, нейросеть станет со временем еще более умной, ловкой и так далее, где я в это верю, просто я допускаю это. Потому что простые фразы, простые предложения, придуманные нами, особенно в гуманитаристике, я не беру точные науки, а в гуманитарной сфере, вы выражаете свои мысли фактически одними и теми же фразами, по-другому их нельзя сказать. Ну, конечно. И каждый раз утверждать, что это не ваша фраза, это смешно, понимаете? Ну, это да, это вечные будут для споров, в общем-то, моменты, потому что, ну, вот я читаю вот этот, предположим, текст, который сгенерировала нейросеть. Ну, если вы хотите сделать какой-нибудь текст, грубо говоря, для того, чтобы что-то прорекламировать, да, или там свою компанию какую-то прорекламировать, сюда условно название компании, да, наслаждайтесь банкетами, фаршетами со вкусом. Вот какая-то часть не понравилась, да, в этом тексте? Ну, взять из нее что-нибудь, повырезать, условно сделать. Ну, я обычно вот как делаю? Мне какой-нибудь текст, да, я просто захожу сюда и говорю, сделаю этот текст более уникальным. Ну, вы его копируете, понимаете? Вы его копируете и вставляете в следующий документ. Я говорю про технические, вот эту чувствительность антиплагиата, скопированного текста с интернета, неважно откуда, с нейросети и еще откуда-то, она все равно это видит, что вы его не набирали руками. Студентам говорю, люди добрые, вы придумали в нейросети? Возьми, набери. Только не бери вот в той нейросети, которую мы в прошлый раз со ссылками рассматривали, да, потому что это понятно, что все равно он покажет, откуда ты взял эти фразы, и построение мыслей, логики, все равно это будет видно. Одна и та же скопированная фраза, один к одному, он все равно покажет авторство. Но ты возьми, например, условно нейросеть, которая не пока, она не со ссылками работает, она просто работает с текстами. Ну, вот даже сейчас, да, вот в этой программе. И набери это все руками, просто руками, пускай слово в слово, но руками. Вот тогда антиплагиат, он не понимает, он не видит, что это скопировано. Понимаете, чувствительность программ. И вот таким образом вы можете обойти, ну, во всяком случае, антиплагиат и показать тогда, короче, раскрываю все секреты, и показать, что якобы вы это написали. Ну, опять-таки, повторюсь, что в гуманитаристике очень сложные моменты есть. Там должна быть оригинальность исследования, тогда оригинальность как бы вашего мысли, тогда это рассматривается. А если это просто, давайте поговорим или опишем ситуацию, ну, это, во-первых, не научная статья, это просто текст. И здесь он не имеет, ну, как бы оценку, да, экспертную оценку, то зачем его оценивать смысл. Я говорю только про научность текстов, которые вот подвергаются экспертизе о том, что вам принадлежит эта идея, эта гипотеза, которую вы разрабатываете и доказываете и так далее. И на эту гипотезу вы должны опубликовать большое количество статей, опять-таки, с выкладкой научной литературы, подходов там и всего. Короче, не буду всех грузить. И тогда это да, тогда вы имеете право заявлять о том, что это весь ваш материал, разработанный и так далее. Но если это, условно, какая-то тема туризма, там, свадеб, там, и так далее, ну, это просто смешно, и никто этим заниматься не будет, вот, в этой части. Но если какие-то оригинальные, например, рекламу, если мы разрабатываем, да, но есть же названия брендов, там, слоганы какие-то и так далее. Конечно. Ну, наверное, да, скорее всего надо проверять, потому что вы думаете, что вы придумали уникальный слоган, и в этом как раз вы не можете знать всю литературу и все слоганы в мире, которые существуют. И здесь, наверное, антиплагиат нам поможет хотя бы показать, похожее что-то есть где-то или нет. В этом, в этой части, да, она будет полезна нам. Особенно если вы заявляете авторством, что это ваше. Ну, я, кстати, понял, Татьяна, в конце, что вы имели в виду, у меня просто на самом деле были прям вопросы касательно того, что как именно определяют, что, в общем-то, это не Российский генерал, потому что все, в общем-то, мы говорим одно, да, я с другой, ну, я прекрасно понимаю, когда антиплагиат ищет на сайтах. То есть он ищет на сайтах, он ищет там похожие предложения, да, или то, что предложения, там, не знаю, переставили их местами. То есть какой-то абзац он его находит, он понимает, что одинаково, одинаково, да, или английский он находит где-то, переводит, ну, понимает, что текст идет отсюда. Но когда, в общем-то, вы вставляете текст, который не, ну, нету нигде в открытом доступе, то есть он уникальный, и как раз-таки, ну, здесь уже больше на, ну, на программном уровне, да, это определяется, то есть сколько раз человек нажал Ctrl-C, условно Ctrl-V, насколько это было вставлено в документ. В таком случае, да, я это думал, что, ну, пошли куда-то далеко, возможно, взяли, я не знаю, 100 тысяч, 200 тысяч, сколько угодно текстов, там, не знаю, по нескольким тематикам, да, какому-то там, возможно, конкретно, по каждому университету и решили чат GPT погонять или какую-нибудь другую нейросеть, получать ответы и потом эти, ну, этот текст, в общем-то, повставлять, ну, чтобы какие-то соответствия находились. Ну, потому что не бывает такого, чтобы мне кажется, ну, мне кажется, что не бывает такого, чтобы нейросеть всегда делала разный текст. Ну, все равно, где-то, где-то она может какой-нибудь там… Нет, она повторяет, да. Но еще, смотрите, вот, например, те книги, которые уже оцифрованы, ну, вот, условно, там, большая энциклопедия какая-то, с которыми я там работала, да, тоже проверяла их, они оцифрованы на самом деле, и нам кажется, что мы набираем ручками, мы набираем, взяли какой-то том энциклопедии, нам нужна вот эта какая-то там фраза, и мы набираем ее руками. Я думала, что… Я ставлю ссылку, что я взяла вот эти данные из энциклопедии, я думала, что антиплагиат не увидит ничего подобного, он мне подтверждает, что это энциклопедия, и такая такая страница, он согласен с этим. То есть то, что оцифровано, это все, в общем-то, проверяется. Но нейросеть я потом задавала… Перефразируй мне смысл, да, там, условно, истории, вот, истории технологий. История технологий достаточно очень громоздкая и большая. Сгенерировал мне краткую выжимку и так далее. Он мне сгенерировал, но я вам хочу сказать, что все равно антиплагиат, он мне… Я не набрала руками, а вставил. Я специально проверяла этот момент. Он мне все равно показал SOS, что текст откуда-то взят, электронный текст. И, возможно, если бы я его набрала, и, ну, все равно я предпочитаю перерабатывать и набирать свои слова и смыслы, тогда это является, как бы, своей трактовкой того, что вы изучаете. И вот здесь, вот здесь вот, здесь уже антиплагиат, как бы, признает. Он выборочно вам выделит фразы, ключевые какие-то слова и фразы, которые, ну, чаще всего повторяются в разных там публикациях, но он не будет жестко вас там банить и говорить о том, что это, в общем-то, откуда-то взято. Поэтому, ну, вот так вот. Ну, на самом деле, да, это ж… Ну, раньше плюс-минус так антиплагиат и обходился. Это, к слову, в вопросе, да, об уникальности текста на сайте. Это, в общем, вот эту тему тоже, да, развивали и потом немножечко еще пошли. А, к слову, о таких, в общем-то, делах, да, если сгенерировать текст и потом этот текст все-таки ручками немножечко переписать, немножко перефразировать руками. Да, у вас должна быть своя трактовка одного и того же материала. Да, и тогда текст действительно будет уникальный. И SEO-оптимизация, в общем-то, на сайте, ну, как минимум касательно текста, потому что SEO-оптимизация не заключается же только в правильном написании текста, ну, как, не в правильном, в уникальном написании текста. Там еще на стадии написания кода, на стадии написания кода уже идет, в общем-то, SEO-оптимизация. Как минимум нельзя просто условно делать все там блок-блок-блок-блок, нужно называть эти блоки, да, логически. То есть вот это вот заголовок, вот это вот основной блок, вот это подвал сайта. Ну, то есть SEO-оптимизация оттуда начинается. Но то, что можно сделать уникальный текст при помощи нейросети, да, чтобы сделать его еще более уникальным, пожалуйста, не можете... А нейросеть, знаете, в чем вам помогает? Например, вот вы хотите выразить мысль, иногда так бывает, вот у вас что-то крутится, но вы не умеете, не можете, вернее, у вас не хватает, ну, может быть, каких-то глубинных слов вот специфических, да, вы с ними не знакомы, но вы понимаете суть темы. И вот вы можете как раз-таки у нейросети попросить помощи, чтобы она вам сгенерировала вот этот текст на данную тему, выразить какую-то даже, ну, криво написать ему мысль какую-то некорректно. И вот здесь вот сеть, на самом деле, меня много раз спасала, она мне так красиво так это все, опа, выстроит в небольшой абзац. Я, естественно, этот абзац переработаю по-своему и задам ему свою стилистику написания, да, и все, и все красиво становится. Но то, что нейросеть нас спасает под остальным вот этим раздражающим, сухим документам, которые мы должны сдать, и никто их, конечно, не будет проверять на авторство, это просто, я считаю, находка современного времени, потому что бюрократия у нас никуда не делась, и мы должны очень много бумаг готовить. И в этом отношении мне просто сеть – это мой личный помощник. Я ей задала там шаблон, и все, она мне все сделала, я копировать, ставить, подписали, и все отдали. А там все грамотно, красиво, расстановочками, просто супер. Поэтому это если люди, кто не знает, как работать, я им сочувствую. Ну, я вот просто молю Бога, чтобы эта нейросеть стала еще умнее, чтобы мы сняли вот эту с себя нагрузку. Так что… Ну, я как-то читал новость, тоже расскажу, мне кажется, всем будет интересно послушать. Да, это тоже новость про нейросети. В общем-то, бывший сотрудник как раз-таки вот этой вот организации OpenAI, которая разрабатывала ЧАД-GPT, да, он уволился оттуда, и при этом опубликовал, насколько я помню… Да, есть ссылочка. Перейдет он по ней? Интересно. Сейчас попробуем. Будет крайне, наверное, долго грузиться, потому что, насколько я помню, там в районе 165 страниц. В общем-то, 165-страничный документ с прогнозами, основанными на его опыте и знании, в общем-то, ну, того, что происходит внутри разработки искусственного интеллекта. Он рассказывает, ну, прогнозирует, по крайней мере, что к 2027 году, то есть буквально через три года, у нас вполне реально появится такая вещь, как AGI. AGI, или же Artificial Generate Intelligence, это искусственный интеллект, способный выполнять любую интеллектуальную задачу, которую может выполнять человек, при этом с таким же уровнем универсальности и адаптивности. То есть сейчас нейросети, ну да, не способны выполнять какие-то задачи, но все-таки не 100% из них. В общем-то, на самом деле, вот это AGI, ну, как мы знаем, любая технология, которая входит, сначала попадает, ну, какая-то крутая технология, да, она сразу же попадает в военные цели. Только после того, как ее обкатают в военных целях, да, поймут, что да, да, я сейчас скину, я сейчас посмотрю, он у меня загрузится или нет, конечно, я скину. Он, насколько я знаю, полностью на английском, потому что это, ну, ничего страшного. Я просто посмотрю сейчас, это тот или нет. Я жду, пока он у меня прогрузится. В общем-то, в военных целях в первую очередь всегда тестируют, да, и на самом деле такой AGI — это геополитический все-таки ресурс. Можно, не знаю, забыть вообще там с ним о ядерном оружии, ага, потому что, ну, как бы, каждая страна, да, готова на все, чтобы получить как раз-таки этот AGI. Поэтому, в общем-то, ну, для создания этого AGI, по сути, требуется единый вычислительный кластер стоимостью… Ну, где-то написано, сейчас я гляну. Где-то я смотрел. Да, кластер стоимостью триллион долларов. Подобное строит Microsoft и как раз-таки OpenAI. Кластер будет потреблять больше электроэнергии, чем все штаты в Америке вместе взяты. Финансирование, ну, конечно же, крупные компании, там, Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, они там по 100 миллиардов выделяют в год. К тридцатому году инвестиции в ИИ, это тоже в этом документе было сказано, достигнут восьми… Ну, да, да, вот он, это целый документик, это оно. Оно полностью на английском, конечно, но я думаю, что переводчики, в общем-то, есть. Куча всякой разной статистики всего, скидываю вам в Вайбер. Мне понравилась эта новость. Ну, ладно, эту сухую статистику приводить, возможно, будет немножечко скучно. Ну, отлично. Сухую статистику, возможно, переводить будет довольно-таки скучно. Единственное, что, наверное… Ну, не единственное, второе, что меня зацепило, во-первых, меня зацепил EGI, да, что потребуется такой прям кластер, просто супердорогой, любую задачу потом в конце выполнит. Дальше. EGI, на самом деле, это будет тоже, только начало. После его создания почти мгновенно произойдет переход к ASI, по-моему, было. Да, ASI. В общем-то, это сверхинтеллект. EGI будет настолько умен, что сможет сам себя доучивать, и, в общем-то, это произойдет довольно-таки быстро. То есть нейросеть, которая сможет сама себя сверху доучивать, это очень серьезно. И при этом… Да, ну вот это вот тема символярности. То есть когда машины будут сами себя доучивать и конкурировать между собой, и мы на какой степени останемся, я имею в виду человек, да, непонятно. В этом же вот и предостерегают и Билл Гейтс, и Маск, и они как раз-таки выступают с опасениями того, что будет в будущем. Они понимают вот всю опасность. Ну, многие говорят, что все равно человек сможет как-то контролировать, да, этот процесс. Но есть опасения, что, скорее всего, мы не сможем работать с большими… Ну, мы сейчас уже не работаем с этими объемами данными, не способны с их ничего с ними делать. Но вот как раз-таки на этот скачок, когда сингулярность техническая наступит, а все говорят, что в 27-30-й год, то, в общем-то, там уже пойдут совершенно другие сложности, скажем, работы с машинами, с роботами и так далее. То есть машины будут… Будет конкуренция среди машин. Интеллект будет соревноваться сам с собой. И в этом есть опасность, что он выйдет за уровень понимания человека, прогнозирования, что он нам может принести. Вот, извините, что я встряхиваю. Ничего страшного, да. В общем-то, всегда интересно послушать теории и так далее. Ну, возможно. Возможно, кстати, это будет в дальнейшем еще ключи к многим просто вопросам. Да, ну, конечно, вечная жизнь – это немножко скучно. Но если… Ну, вы понимаете, в чем опасность? Вот я как преподаватель, мне студенты будут нести дипломы какие, написанные кем? Конечно, нейросеть. Я вот про это говорю. Наше просто общество пока еще не догоняет некоторые. Я сейчас отдаю справки, написанные нейросеть, и меня хвалят, какая вы молодец, Татьяна Мюнхронова. А я не могу признаться, я говорю, люди, это же не я писала. Ну, как бы… Ну, это справка, это не статьи, да. Я себе как бы не могу это позволить. Это репутационные вещи. Но все думают, что это я писала. Я их не пишу. То есть, ну, завал с такими бумагами – это невозможно. Но мы придем к тому, что мы… Чтобы не появилось общество мыльных пузырей. Мы учим, но пишут дети сейчас совершенно… Они-то уже пишут дипломы. Не они пишут. То есть, диплом написан студентом, он виден. Там много ошибок, там стилистические неточности, там отсутствие пунктуации иногда. Ну, там есть такие вещи, которые выражаются очень странно, да. Там не может сделать выводы и так далее. А есть дипломы, которые вот просто, ну, я говорю, я не принимаю, потому что это нейросеть. Он говорит, откуда вы знаете? Я говорю, ну, потому что. Потому что ты не способен написать вообще это. Ну, понимаете, да? Да, конечно. Вот я к тому, что… Куда мы идем? Нам кто нужен? Вот предсказывают же, что много будет безработных. Останутся садовники, потому что надо ухаживать. Дворники будут, уважаемые люди, потому что нейросеть не сможет убирать дворы, вывозить мусор и так далее. А люди интеллектуального труда, которые пишут, там, придумывают видео, я не знаю, там, радио ведут. Заказы не надо сидеть. Водители не нужны. Это все доставка как бы будет автоматическая, да. Я вот про это общество чем будет заниматься? Ну, то есть, куда мы свой мозг будем направлять? Нейросеть перекроет нас в ближайшее будущее. Вот я про это, понимаете? Да. Татьяна, я дополню про нейросеть. Вот вы говорите, что студенты сейчас не пишут сами, а пользуются нейросетью. Но всегда были, ну, я думаю, будут студенты, которые просто покупают дипломные работы. То есть нейросеть, ну, не настолько она, ну, как бы, оголила эту проблему, именно написание, ну, не написание, скорее, дипломной работы. Ну, как-то под другим углом, наверное. Потому что кто хочет учиться и кто приходит за знаниями, они всегда сами пишут. А кто не способен... Я хочу сказать, их мало, этих таких студентов. Их немного, кто сам пишет, кто вот, ну, так, оригинальные тексты какие-то, оригинальные идеи, их немного. Все остальное, вы же сами понимаете, нагрузка большая, времени мало. Китайских студентов сейчас очень много, чтобы вы понимали у нас, да. Кто пишет им дипломы, как вы думаете? Ну, они, скорее всего, просто покупают. Ну, нет, пишут им научные руководители, а научные руководители, как вы думаете, как они пишут? Нейросеть. Кирилл на русеть. Понимаете, да? Ну, нейросеть, откровенно говорят, надо еще научиться пользоваться. То есть просто купить диплом, это, ну, совсем уже... Это вопрос времени. Я к тому, что, да, сейчас пока, вот кто не умеет еще пользоваться, а пока у нас меньшинство, скажем так, преподавателей, кто знает, понимает, как можно пользоваться нейросетью, как просто перекрывать огромный пласт работы, отдать вот этому помощнику, да. Но это же время пройдет, время наста... Вот я приду в ВУЗ, например, начну преподавать вот то, что я сейчас получу какие-то знания условно, да. Но мы никуда от этого не уйдем, нам все равно надо давать эти новые знания. Что будут делать остальные, вот как вы думаете? И все, если начнут работать, и работать через нейросеть, всю работу прогонять через нейросеть, я не знаю, насколько это корректно и правильно. Я вот про это. Но, может быть, суть работы будет другая. Наверное. Может быть, меньше будет вот этой вот бюрократии, бумажной работы, потому что, может быть, мы придем к тому, что это просто не надо будет никому. Все осознают, что это, ну, никто не вкладывает сюда свой, ну, мозг, так сказать. Просто в отписке, все, зачем это? Да, к сожалению, это пока есть. Есть бюрократические механизмы, которые пока мы ничего не можем с ними сделать и пересмотреть. Их требуют отчеты, все эти планы и так далее. Монера, все это тогда на помощь. Да, вот она должна как раз таки автоматизировать эти все вещи, шаблоны делать и отправлять, если кому-то это интересно читать. Ну, мне что-то подсказывает, что это никому не надо. Ну, отнимает это в определенное время. Ну, условно, я говорю, у меня студенты разрабатывают всякие разные приложения, ну, на основе нейросетей, конечно же, да, где используем приложения, которые автоматически собирают резюме. То есть отправляются ключевые, ну, отправляются задачи, да, что нужно сделать резюме, отправляются какие-то ключевые навыки, да, там, какие-то скиллы, все это отправляется, и нейросеть в конце собирает резюме. Потом это все закидывается в шаблон, и на выходе вы получаете PDF-файл с резюме. Довольно-таки интересная была штука. Кстати, по поводу обучения, на самом деле сейчас очень много людей, да, не хотят просто учиться и делают все через нейросети. Просто я буквально недавно, если я вспоминаю, я с 16 по 19 год впервые начал изучать, в общем-то, ну, в 16 году впервые начал изучать программирование, и у меня была такая история, что, ну, у меня не было нейросетей. У меня не было нейросетей, но у меня был интернет. И в интернете не всегда можно было найти готовое решение чего-то, и приходилось общаться с людьми, приходилось немножечко развивать, да, немножко качать серое вещество, заставлять его, в общем-то, работать. И вот таким образом нарабатывается скилл. А теперь использовать как бы нейросети, если прям вот, ну, откровенно глупый человек, да, будет прям вот пользоваться-пользоваться, он ничему не научится. А тот, кто уже что-то знает и при этом пользуется нейросетью, вот это прям довольно-таки интересно. А так, к чему придется, мне просто недавно попадались, ну, я на ютубе чужу в шортс-видео, это, ну, одна из очередных таких дебильных американских комедий, где человек заморожен был, наверное, и он попал, и он попал, в общем-то, в будущее, да, и вокруг резко у всего населения уровень IQ упал. То есть он проходил тест, у него там задачу про ведра спрашивали, да, из одного ведра перелили воду в другую, сколько ведр? Никто ответить не смог, он ответил, что два. Ну, и как бы просто таких людей мало останется. Ну, а все остальные будут считать, что, не знаю, ведро одно или сколько их там, или будут какую-то воду считать. Так что, да, если вы, ну, уже какие-то знания есть, конечно, да, гораздо, гораздо серьезнее тогда вы получаетесь. Так, мы немножечко, ну, конечно же, да, отдалились, но здесь просто был интересный вопрос касательно оригинальности этого текста, потом мы в дальнейшем уже развили, в общем-то, тему, поэтому мы выяснили, что текст сделать уникальным, да, можно, и использовать его на сайтах можно, и в SEO можно, поэтому если вам нужно продвигать свой сайт, да, можно не обращаться к SEO, к копирайтеру, который будет писать вам текст, можно сделать это самому, и за довольно короткий срок. Спасибо. Спасибо.